Alan Wake 2 Игра шикарная Я не просто так начал свой рассказ с того, что игра отличная. Но прежде чем мы перейдем к ее откровенным плюсам, стоит, я считаю, осветить и ее темные стороны. Начать хотелось бы с моего личного отношения к Remedy. Знаете, часто бывало так, что я в обзоре той или иной игры упоминал, что негативно отношусь к студии разработчиков. Даже если проект по итогу я облизал с ног до головы, после чего прилетала стайка неадекватов, которые потом писали в комментариях, что я лох ебаный, раз ненавижу студию и ненавижу их игру. Которую, напомню, облизал с ног до головы. И во избежание повторения такой судьбы я сразу скажу, если вдруг вы такой неадекват и стремительно торопитесь написать в комментах о моей некомпетентности в вопросе лишь из-за предвзятого отношения к студии, а не к самой игре. Идите нахуй! И раз с вводной частью мы разобрались, прошу прощения у всех зрителей за ожидание, так вот, я искренне ненавижу студию Remedy. Единственная их игра, которая мне реально зашла, это проект, который как раз считают белой и неудавшейся вороной. Quantum Break. Но при всем негативе в сторону Remedy, я запускал игру с мыслями, что она мне точно понравится. Более того, я не собирался делать ролик по второй части Alan Wake, так как хотел от и до насладиться этой игрой, не хотел каждые две минуты делать записи или писать план, чтобы не забыть какую-то важную деталь. И да, так я и сделал. Но обзор на ваших экранах, а значит что-то произошло, раз я решил поведать об игре вам. И первое, что меня встретило, когда я запустил игру, ее графическая составляющая. Честно вам скажу, я не знаю, в какие конкретно глазницы долбятся люди и журналисты, называющие графику в игре, выставленную на минимум при 60 кадрах на PS5 и регулярной баги света, феноменальной. Но это люди, имеющие минус 100 по зрению и играющие без очков. Либо люди, которые проходят игру на мобильном телефоне. Тогда да, Alan Wake 2 выглядит изумительно. Если вы, как и я, играете на 40-дюймовом 4К телевизоре, который находится в метре от лица, то вероятно, как и меня, вас посетит мысль, что где-то Next Gen свернул не туда. Буквально. Ради эксперимента я попробовал поиграть в Alan Wake 2 на мониторе, который, кстати, тоже 4К, но в разы меньше и имеет диагональ в 27 дюймов. И скажу честно, игра выглядела и правда лучше. Но давайте будем честны, корчить спину на пусть и удобном игровом кресле любят лишь ПК-бояре. Натуралы же играют в удобном для себя положении, лично я делаю это на кроватке, и поэтому играть на мониторе не мой вариант. Так вот, суть в том, что графическая составляющая второй части похождения Алёшки в Станька является по-настоящему вырвиглазной. И зря я ругался на сиквел Человека-паука, потому как там всё не столь плохо. Но Remedy пошли по абсолютно тому же пути, что и Insomniac. Принудительный ретрейсинг, из-за чего в зеркалах персонаж всё равно не отражается, всё выглядит даже не мыльно, а просто мерзаворотно. Такое слово, оказывается, есть. И понимаете, когда на консоли PS5 игра понижает динамическое разрешение до 800 пи, а это на минуточку уровень PlayStation 3 без рофлов, то невольно задаёшься вопросом. Remedy, а какого хуя? И ладно бы там был хоть какой-нибудь маломальский ретрейсинг, но опять же, отражений нет. В зеркалах, по крайней мере. Большую часть времени вы тусите в лесу, в темноте, либо на рассвете. Нахрена там ретрейсинг? Но разрешение всё равно шакальное. А вот во время геймплея за Алёшу, кстати, очень много моментов, где ретрейсинг в целом задействуется, и почему-то там всё не так плохо, в открытых пространствах, потому как в замкнутых помещениях всё по-прежнему страшно. И, к сожалению, с точки зрения не хоррорной составляющей. Но вы справедливо поправите меня за две вещи. Первое, с хера ли ты, челядь, играешь на консоли в 60 кадров, если геймплей задумывался для работы в 30. И второе, на ПК игра выглядит изумительно. Начнём с последнего. Да, на ПК игра выглядит изумительно. Потому что это ПК, ультра-настройки, видеокарты в стоимость 5 PS5 и процессор в стоимость Series X. Перейдя к первому пункту, отмечу, что даже консоли раб, как я, уже давно привык к тому, что на PS5 игры работают почти все в 60 кадров. По крайней мере, есть настройка. И то, что Remedy захотели засунуть в свою игру всё ещё нахуй никому не нужный ретрейсинг, не мои проблемы. И да, попробовал я поиграть при 30 кадрах, где картинка, честно говоря, вообще не лучше. И откровенно, это больно. Но те, кто всё ещё остался со мной и не выключил видос, написав в комменты, что я хуйсошу игру года, спешу вас обрадовать. Alan Wake 2 – шикарная игра. И это правда. И лично мне она до безумства понравилась, но не без существенных минусов, о которых мы обязательно ещё поговорим. Знаете, почему-то в каждом своём ролике я всегда оправдываюсь, мол, сори, ребят, что начинаю видос графики, но давайте будем честны, потому как это именно то, что в первую очередь бросается нам в глаза. И раз уж мы о ней уже поговорили, но всё равно к ней ещё вернёмся, то стоит перейти к менее плохим вещам, но всё ещё раздражающих игрока своей. И хотел бы я сказать, что скримеры в этой игре меня раздражают, но не скажу. А знаете почему? Потому что разработчики из всё ещё нелюбимых мной Remedy умудрились расставить скримеры так, чтобы они не бесили тебя, а пугали. Да, далеко не все из них и правда способны вызвать мини-приступ, но есть те, которые грамотно поджидают идеальный момент, чтобы напугать вас. И здесь же стоит отметить негативный факт, очередной проёб журналистов. Игра не пугает. Есть те немногочисленные варианты нагнать жути на ничего не подразумевающего игрока, но дело в том, что их немного. И если человек вы не впечатлительный и на фонарике вертили все эти хорроры, то Алёшка не способен вызвать даже вздрог ваших бровей. Но вот люди, которых пугает банально каждый скрип, определённо оценят атмосферу ужаса, которую Remedy удалось передать. Из действительно моих любимых моментов, которые пусть и не пугали меня, но заставили напрячься, это тени во время игры за Аллана. Вы находитесь в ночном Нью-Йорке, ни черта не видно, и вдруг вы слышите внезапное И в голове тут же закрадывается, а кто бы мог это сказать? Враг, друг, рандомный голос в голове персонажа. И по итогу оказывается, что да, это никто иной, как ваш оппонент, желающий выбить из героя всю дурь и бродя по тёмным улочкам услышать внезапное действительно довольно жутко. Также, зайдя в дом, играя за сагу, вторую протагонистку игры, которая почему-то сменила цвет кожи на чёрный, при том, что её родственники белые, до выхода игры она была белая, а ещё её озвучивают так тупо. В общем, ладно. Так вот, играя за сагу Андерсон, мы будем время от времени посещать жилые дома, в которых уже никого нет, и решать там тупейшие головоломки. И тупейшие они не потому, что лёгкие, а потому, что тупой я, и хоть убей в упор не понимал логики этих загадок с игрушками. И после чего появляется тёмный след, пройдя по которому, можно добраться до брелка, который в свою очередь можно повесить на браслет, что даст нашей героине пассивки. Так, стоп, 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 мы вообще не об этом. Так вот, и в какой-то момент жути может нагнать то, что в совершенно пустом доме, на втором его этаже, вы слышите шаги. И как игрок, вы либо просто пугаетесь, либо ожидаете, что там может оказаться враг. И когда на деле никого на месте нет, то создаётся неприятное ощущение затишья перед бурей, что должно было быть что-то, но нет. И это вводит игрока в напряжение, которое, уверен, и пытались передать ремоди. Но что-то мы увлеклись, ведь я всё ещё зол на графическую составляющую, порой из-за пересвета можно банально не увидеть ресурсы, которых, кстати, в игре не хватает. Но опять же, не переживайте, мы обо всём поговорим дальше. Так вот, был у меня затуп в самом начале игры. Стоял комп, и нужно было ввести пароль, чтобы получить к нему доступ. Я обыскал всю локацию в поисках кода. И даже уже... Вышел в интернет с таким вопросом. А как оказалось, код был написан на стикере, что приклеен прямо на монитор этого компьютера. Но из-за света фонаря и парашной графики разобрать там цифры было просто нереально. Но ведь те, кто играл в первый день, хорошо знают о субтитрах. Которые то спешили, то перекрывали друг друга, то не появлялись вовсе. Согласитесь, неприятно, когда так, да? На второй или третий день пат частично это дело поправил, и теперь они просто спешат. Но уже лучше, чем было до этого. И ко всей этой отличной с большинства точек зрения атмосфере мы припишем постоянные скачки фпс. Когда я включил режим 60 кадров, то хотел буквально видеть 60 кадров, а не 30 с повышением до 40-50. Ну то есть скачки тут случаются, это факт. И да, начинайте писать в комменты о том, что блогер опять дурак, ведь играет в игру в первый день релиза. Усука! Ну так релиз, наверное, на то и релиз, чтобы в игру играть, разве нет? Если не уверены в качестве своего продукта, то отложите выпуск до момента, пока не вылежите с головы до пят свой по-настоящему масштабный проект. С крайне негативными мыслями я отправился в Брайт Фоллс. Тот самый городок, переживший череду бед в далеком 2013 году, когда туда нагрянул сам Алан Вейк вместе со своей женой Элис. И, собственно, в том же году там и пропал как раз на фестиваль оленя. Теперь же агент ФБР Сага Андерсон вместе с Сэмом Лэйком, он же Алекс Кейси, приезжают в этот городок из-за загадочного культа дерева. Ведь именно эти ненормальные убивают простых работяг, как мы с вами, жестоко пугая местный народ, чтобы те не шлялись, когда и где не попадя в лесу. И тут на нас вываливают почти весь местный геймплей. Начиная от доски расследований и шизы глав героини и заканчивая тем, чем мы будем заниматься большую часть времени. Но опять же, обо всем по порядку. Что касается шизы Саги, она со старта обладает вау-способностями, которые позволяют ей ментально перемещаться в некую комнатку. Давайте я сразу поясню один момент. Сначала это преподносит нам так, будто бы героиня 300 плюс ICQ и поэтому может держать в голове все улики и возвращаться к ним, когда ей вздумается. Делать все эти ниточки, как детективы, опять же, сугубо у себя в сознании. Я на это посмотрел, плюнул и подумал. Ну ладно, пусть будет так. В конце концов, было бы странно каждый раз бегать в какой-нибудь офис. Но потом игра рассказывает, что на самом деле эта шиза главной героини вовсе и не шиза, а ее сила. Ну, точнее, сила это в английской озвучке, а в русских субтитрах это почему-то дар. И в тот момент, и даже раньше, я осознал, что что-то, конечно, намудрили. Ну, то есть, всю свою жизнь бабенку не напрягал факт того, что она может перемещаться в астральную комнату и заниматься там детективными расследованиями, а помимо этого еще и узнавать реальные мотивы людей и слышать их диалоги, называя все интуицией. Ну да ладно. Так вот, этот самый астрал, в котором находится сага «Комнатка», где у нас из важного доска с уликами и делами. Когда мы чё-то узнаем или находим, фотокарточка того или иного действия появляется, мы ее вешаем, сага чё-то бубнит и суть этой доски я не уловил от слова совсем. Ну типа, а нахрена? Зачем? Ладно. И там же у нас есть многое другое. Возможность как раз послушать диалоги, которых она не могла слышать. Там же страницы Алан Уэйка, которой девушка собирает по ходу дела. Как было в первой игре? И в них также порой пишется будущее. Записи радио, записи на телеках, карта и прокачка оружия. Из всего этого интересно выглядит именно улучшение пушек. Позже об этом подробнее расскажу. И сразу стоит отметить, о чем предупреждает даже игра. Все это дело, конечно, не ставит игру на паузу. То есть, перейдя в астрал или карте во время боя, вы схлопочете по ебалу только так. Но. Вот сейчас интересное «но». Перемещаетесь вы на эту локацию мгновенно. То есть, ни секунда, ни полсекунды. Одно нажатие и вы там. Одно нажатие и вы снова в лесу. То есть, без загрузок вообще. Молодцы, ремоди. Хвалю. Но зачем лишний раз было нагружать SSD и оперативку перемещением туда, чтобы посмотреть карту, мне искренне не ясно. Так как, если вы такой же любитель вылезать языком каждую локацию, то к карте обращаться придется часто. А локации тут достаточно большие. И проблема даже не в их размере, а в местах, где можно пройти, а где пройти нельзя. И так как сага порой не может спрыгнуть с уступа высотой в метр, но в скриптовом месте может, то карта тут ваш единственный друг. Мы говорили про Шизу Саги, держу в курсе. Так вот, в остальном геймплей за девушку лично мне, моем опиньен, имхо, показался самым интересным. Но объективно, если вы любитель доебаться до чьего-то мнения, то он однообразен. Играли в Resident Evil? Ну так вот, это оно. Начиная от интерфейса, заканчивая болторезом. Да, здесь буквально, блять, есть болторез. Быстрый доступ к оружию, инвентарь, менеджмент ресурсов, мало патронов, ожидания уменьшения перекрестия прицела, чтобы засадить крит врагу. Вот это вот все. И нет, это неплохо. Я потому и сказал, что геймплей за нее понравился мне больше, так как я хотел Resident. Я получил Resident. И тут также есть вариация с закрытых локаций, в которые вы можете вернуться позже, когда получите нужный инструмент. Ну, типа отвертка или болторез. Также внимательно исследуйте локации, решайте головоломки, типа поиска паролей к замкам с лутом, или правильно расставь фигурки, используя детский стишок. А отрезика игру отличает только то, что нельзя палить сразу во врагов. Потому как сначала хуяришь фонарем, потом фигачишь пушкой. И на удивление, как в первой части, тут заряд сам со временем не восстанавливается. Но у меня еще ни разу не было момента, играя на среднем уровне сложности, чтобы закончились и батарейки, и заряд. Но вот патроны кончались, и в следующей главе я вам об этом подробнее расскажу. Еще с резидентом игру родня Цейфрума безопасные места со светом, куда не могут проникнуть одержимое. Чтобы сохраниться, нужно ручками нажать на кнопочку. Автосейвы есть, но лучше все же рукоблудить. И в целом, тут даже врагов порой имеет смысл оббегать, ведь иногда не хочется вступать в пустую бойню, теряя драгоценные ресурсы. А особо наглые враги, появляющиеся под конец игры, так и вовсе начнут спамить вас. Громилы подбегут в упор, в то время как парочка уродов с метательным оружием будет закидывать вас издалека, и даже решив разобраться с таким уродом, нужно быть готовым к тому, что они постоянно и очень резко перемещаются. К тому же далеко, попробую еще в темном лесу заметить темный силуэт. Осага, какое же, блять, тупое имя, осага очень любит падать, а игра очень любит баговать во время падения, короче, я предупредил. В общем, исследовать локации правда интересно. И я с огромным удовольствием занимался этим на протяжении всей игры. Единственное, что меня раздражало, читать записульки Алана, так как текст перестал быть лаконичным и интересным в вероятной издержке сюжета. А поэтому текст очень сухой, прямо как мои сценарии к роликам. Но ты веришь в этот мир, так как с чем-чем, а с атмосферой Remedy справились на ура. Ведь все, что ты видишь, слышишь, читаешь, это все есть. Слышишь радиоведущего, его в игре вы обязательно встретите. Крутят местную рекламу, так и с ее героями вы познакомитесь. А красотка Роуз, даже она тут осталась и есть коллекционные побочки, связанные с ней. Вау, классно. Вы же помните, что игра называется Alan Wake 2? Помните же? Так вот, из-за этого скромняшку нам дают поиграть. И сегменты за Алешку я старался пробежать как можно быстрее. Но сейчас сухое имха, потом факты. За него было тупее всего играть. В моем личном случае потому, что я не фанат шизо-хорроров. А тут буквально шизо-хоррор. И сначала я ждал, когда же мне дадут под управление Аллана, я хотел бегать за этого поехавшего мужика и наваливать одержимым. Нет. Весь геймплей за Алешу это пребывание в его шизо-мире. И извините, больше рассказать не могу, ибо спойлеры. И как бы ходи из точки в точку. И да, вы будете правы, если спросите, а чего же я тогда ожидал от игры, первую часть которой я проходил и жанр которой шизо-хоррор. Да, вы правы. Поэтому это сугубо мое имха. В то время как по факту игра за Алешу представляет собой куда больше интересных геймплейных элементов. То есть, если играя за сагу мы получаем резидент в его чистейшем виде, то вот геймплей за Аллана это вроде тот же резидент, только поинтереснее. Алан Вейк для начала получает гаджет, который позволяет забирать и отдавать свет в скриптовых точках. И порой на этом строятся головоломки. Но так как либо я дебил, либо игра не объяснила принцип, я долго тупил на первой локации и не понимал как пройти в метро. А как оказалось, помимо того, что свет дается или забирается светильником, небольшое скриптовое место, где это и происходит, может видоизмениться. Типа там дверь появится или что-нибудь такое. Но помимо этого, у фонарика нашего есть заряды. Свет поглотил, плюс заряд. Свет отдал, минус заряд. Это на самом деле не станет проблемой и не должно сидеть в голове, если игрок сразу поймет эту цепочку. Я не понял, поэтому мой шизоидный, как у Алеши, мозг долго не вдуплял, что от меня хотят. Ну так вот, играя за Алана, мы чаще всего идем в какое-то место, смотрим шизо-воспоминания, проходимся по шизо-местам, встречаем шизофреников и просто чилим в шизо-мире. Красивом шизо-мире. Ну ёб вашу мать, как же меня утомлял геймплей за Алана, вы не представляете. Все круто, классно, но мне тупо не нравится область происходящего. Но тут же пришла и вторая геймплейная механика, которой одарили Леху. Менять сюжет. То есть, в определенных местах вы можете по ходу дела менять скриптовый сюжет. Вот у вас сцена, она прям так и называется сцена. И вы, зайдя в то же самое меню шизы, как у саги, выбираете возможный вариант событий и применяете его. Типа вот завалена дверь, Аллан изменил сюжет на подходящий, заранее узнав возможность написать что-то там. И бамс, дверь уже не завалена, а на вас спрет толпа уродов. И самое крутое, что таких сюжетов может быть штуки четыре. И сцен плюс-минус только же в одной голове. И вы в любой момент можете вернуться на предыдущую сцену и вписать в нее ранее открытый сюжет, чтобы получить какие-то лорные плюшки или еще что. И это было круто и интересно, правда? Мне всегда интересно наблюдать за тем, как Аллан менял сюжет и что в этот момент происходило на локации. Ну и кстати, после того, как ваш протагонист в лице белой чернокожей девушки саги или Алешки встанька заканчивает главу, да, сюжет здесь разделен на главы, то это не значит, что вас автоматом куда-то там перекинет. Вы все так же преспокойно можете шляться по всем тем местам, где только что были собирать не собранное, открывать не открытое. И это опять же личный плюс от любителя вылизывать языком. Ладно, второй раз эта шутка будет уже не смешной. А вот переключение персонажа происходит очень интересно. Игра сама говорит, что вы вольны проходить ее ровно, как захотите. Хочется сначала задушить себя Шизой Алешки? Вперед. Хочется проходить главу за одного, потом за вторую? Да пожалуйста. Хочется сначала зачистить опасные леса шоколадной зайкой? Да никто не против. Почти, уточню, почти. В каждом сейф-руме есть ведро уборщика. И с помощью этого ведра вы вольны почти в любой момент менять героя. Да, все происходит типа в разных мирах, в реальном и шизоидном. Но даже не заканчивая главу, можно сменить персонажа и начать путешествие за другого до момента, пока опять не найдете ведерко. Именно поэтому я старался сначала кабанчиком промчаться по ветке Шизолехи, а потом с удовольствием погрузиться в мир шоколадки. И да, в какой-то мере это напоминает нам The Last of Us своим нарративом, но тут все же другая идея закладывалась разработчиками, поэтому прошу не путать. Ну и конечно, арсенал у наших психически больных протагонистов в разной, хотя я бы не сказал, что очень. Плюс, оба протагониста могут прокачивать пушки. Если сага это делает, находя ланчбоксы и порванные странички, и они тратятся на улучшение пушек, да и то там так себе улучшение, хотя и обыграно это классно, ведь сам Алан Вейк по итогу пишет об этом улучшении, что становится логично в мире игры. То вот Алешка ищет круглые желтые рисунки, которые делятся на много категории и прокачивать можно только ту категорию, круг которой ты нашел. И распространяются они не только на оружие, но и на самого героя, там тупо так же пассивки, не очень интересные, но есть и полезные по типу увеличенного хелфбара. А вот насчет пушек. Лучевихи ствол. У Алешки револьвер, у саги обрез двуствольный, у Лехи двуствольный дробовик. Правда, потом у Шоколадки все же появится дробаш под конец, а до этого нам дадут ебаный арбалет, который тут же улетел в хранилище. Сейчас поясню. Иронично, что в Резиденте четвертом, что в Алан Вейк 2 арбалет самое уебанское оружие. Но только если в первом он просто был бесполезным, то вот в Алешке арбалет-то кайфовый, а точнее его урон. Но проблема тут сугубо в перезарядке. Он очень долго перезаряжается, а помимо этого, во время закидывания стрелы в ваше устройство, Сага не может двигаться, а враги на месте стоять не любят. Ой, как не любят. И поэтому после каждого выстрела стоять, как истуканы, перезаряжаться, такое себе дело. А это мы накинем еще сюда то, что инвентарь маленький. Да, его можно так же, как и в Резике, прокачивать, но вторую сумку я получил опять же ближе к концу игры. И тут как бы надо еще фальшферы таскать, аптечки, обезбол, патроны, висюльки, большие аптечки, обрез, ствол. И места-то уже нет. И не то, чтобы игра на среднем уровне сложности сыпет на тебя ресурсами, нет. Просто порой ресурсов нет вообще, до такой степени, что меня отправили к боссу, высыпали на меня противников, я остался без патронов, вообще по нулям на всех пушках. И типа, дерись. Но справедливости ради мне разрешили залезть в обувную коробку, которая типа хранилища, как в резике, и взять арбалет оттуда. И тут вот какое дело, кстати, не уходя далеко от темы ресурсов, Remedy че-то молясь схалтурили. Все же знают, как в резике выпадают ресурсы. Чем пользуешься или чего меньше, то тебе и попадается. Ну так вот, большую часть игры мне выпадали ебучие арбалетные болты. Ядрить Сэма Лейка за ногу. Болты арбалетные, при том, что он, арбалет в смысле, отправился в хранилище сразу же, как я понял, что это бесполезное оружие в моем случае. И вот я гуляю с нулевым магазином обреза и пистолета, в то время, как арбалет у меня в хранилище. И что мне подкидывает игра в ящиках? Болты, блять, болты на арбалет, которого у меня тупо нет в инвентаре. Remedy, зачем? Почему? Хотел бы я сказать, что ну видит же игра, что нет у меня боезапасок стрелялкам, ну дала бы нужных ресурсов. Но делаю вывод, что игра не видит. Ладно, вы ведь не забыли, что игра мне понравилась, да? И несмотря на освещенные мной минусы, я с полной уверенностью говорю спасибо разработчикам из Remedy, потому что они подарили мне почти ту игру, которую я хотел. Да, тенденция Nerd Racing на консолях, видеокарты которых его не поддерживают, это странно и тем не менее. Больше всего хочется сказать спасибо за то, что игра не как паука, где сюжет на 2 часа. Тут 15 часов, если карты не пылесосить и пропускать добрую часть контента. И я понимаю, что среднестатистический игрок не любит долгие игры и я вообще не понимаю, на кой хер вы в них тогда играете. Если игра хорошая, в ней хочется остаться на подольше. Потому что перепроходить игры это вот та самая шиза, которую испытывает Алан Вейк. Заранее прошу прощения у всех, кто перепроходит игры. И когда разработчики тебе дарят действительно долгое путешествие по действительно хорошей и даже интересной игре, это круто. Это вау. Мне хотелось задержаться подольше в Человеке-пауке, но игра банально на 2-3 часа без побочек. Я купил ее, блять, за 7700, сука, вдумайтесь, 7700! 20 часов и я уже выбил платину. А тут только сюжет на те же 20 часов, а по стоимости вышло 2700. Ну типа, и при всей моей нелюбви к играм студии Ремеди, ну вот, на дух я их не переношу. Алан Вейк 2 получился действительно отличной игрой. И тут важно оговориться, отличной, но не качественной. И под качеством я подразумеваю графическую составляющую проекта, забагованность, которая присутствует в большом количестве и ее сильные и слабые стороны. Мне понравилось, как Ремеди грамотно объединили большинство своих проектов. Лучшие их стороны в одном, главном, второй части культового Алан Уэйка. Здесь вам и короткие эпизоды с реальными актерами, что было вдохновлено Quantum Break'ом. Тут и core gameplay первой части похождения Алешки. Сратая графика Макса Пэйна. Эээ, стоп, ладно, это уже не то. Короче, им удалось создать настоящую квинтэссенцию всех своих игр в одном удачном проекте и показать всем, что обычная финская студия, которая на протяжении всего своего жизненного цикла имевшая проблемы с деньгами и играми смогла взять и сделать. И сделать так хорошо, что их творение уже отправляют в номинанты на игру года. И быть в этой номинации Алан Уэйк 2 заслуживает. Без огрехов сейчас не выходит ни одна игра. И конечно же Алешку это не оправдывает вообще, но даже несмотря на всю ту отрицательную составляющую, что перечислил я, из которой столкнулись люди с идеальным зрением при игре на консолях, игра получилась удачной и интересной. История по 10 раз встает с ног на голову. Каждый раз вы открываете для себя что-то новое там, где были уверены, что правы в умозаключениях. А если еще играли и в контрол, тут вам будет чему удивиться. Конечно, в оптимизации ремеди промахнулись, но вот зато грамотно сумели поработать с СССР плойки. Че там у пекаря на ХДД я не знаю, но желаю здоровья погибшим. А за 7 я с вами прощаюсь. Благодарю всех за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, если видео понравилось, комментировать. Также не забывайте про социальные сети Телеграм, ВК, Дзен. Все ссылочки в описании. А на этом все. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok